На прошлой неделе главные врачи позвали антиваксеров на экскурсию в красную зону своих больниц, чтобы те, увидев страдания задыхающихся на аппаратах больных, посмотрев на умирающих, на умерших уже, там и в морге звали, изменились, похорошели, покаялись и призвали всех вакцинироваться, защищаться и вообще убояться господа и вируса. Мне с самого начала эта инициатива показалась нелепой. Я уж всех этих антиваксеров знаю как облупленных, ничто им ничего не докажет, наоборот, только раззадорит их пыл, заставит их влезть в драку с очередной чушью, гадостью, с этим наглым, самоуверенным и немного обиженным при этом выражением лица. Такое обычно у артиста Бероева. Он оказывается не против вакцины, а против слежки в интернете. Или вот у Петра Олеговича Толстого. Он вообще посоветовал врачам лечить людей так, чтобы в будущем им было не стыдно. То есть вот они спасают тысячи, сотни тысяч жизней, а Петр Олегович уже предсказывает, параллельно публикуя в инстаграме фоточки из Европарламента, что им и всем нам будет стыдно, а ему нет. Он же знал все. Но какие-то товарищи все же сходили на экскурсию. Не знаю точно какие, но знаю куда. В 15-ю больницу города Москвы. Про это нам сообщил главврач Валерий Вечерко. Он до сих пор в шоке. Они совершенно не хотят знать правду. Они мне рассказали, что лечить надо пенициллином, сказал он в эфире у Владимира Соловьева. И еще. По словам Валерия Ивановича, экскурсанты хамили и смеялись над пациентами. У вас есть дельные предложения? Нет, нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком? Антиваксер он такой. Он как ПТУшник в Третьяковке. Будет ржать над Воснецовым, тыкать в Репина пальцем. Дай бог еще ничего не обольет мочой. Непонятно, откуда вообще родилась эта идея приобщать его к прекрасному. Доказывать самоуверенным идиотам, что наука, она побеждает всеми средневековья, светом своим, разрывает буквально гнет черноты безграмотности. Откуда у вас это желание метать перед свиньями бисер? С чего? Все рассказано тысячелетия назад. Ничего нового не будет. Убедить таких людей невозможно. Можно только понуждать, а не переубеждать. Заставлять, а не елозить и присмыкаться. Я уже год это вам доказываю, но похоже зря. Как в пустоту куда-то.